Народная экологическая карта Наш нижегородский сайт, мы столкнулись с такой проблемой, что нам нужно отмечать точки мусора, которые люди потом 15 сентября пойдут убирать. А как бы в России нет таких нормальных карт, на которые мы просто выходили на нескольких, так сказать, людей, которые разрабатывали российские карты, где можно было отмечать. И получилось так, что некоторые там ребята недоступны были, там, то на почту не отвечали, то на телефон, другие ребята нас не устроило, их сопровождение вот как по картам. И мы в итоге взяли как бы мировую карту для отмечания точек мусора, но она как бы вся на английском, и там тоже проблема сейчас выходит с перевода, потому что ребята нам не предоставляют код для перевода, для размещения на нашем сайте. А, соответственно, как бы и сами не переводят, потому что у них нет программистов. Поскольку мы данный проект, наш по уборке мусора, собираемся делать не только в этом году, но как бы каждый год, с следующего года, мы хотим создать свою такую карту экологическую, на которой будут отмечать точки мусора. А где вот, ну, здесь просто можно посмотреть. Я терял ножку. Она не работает просто. Ну, ладно. Вот, заработала. Вот где как раз указано, вот, edit, western point. Там можно нажать, и как бы, то есть, полбается такое окошечко. Да, на этом окошечке можно указать, выбрать, то есть, там можно указать прям точку поставить, да. Вот где слово composition, там высвечивается, то есть, вот такое всплывающее окошечко. И там можно показать, какой конкретно мусор находится в каком месте. То есть, его можно указать. Мы сможем, то есть, люди, которые буквально, то есть, будут смотреть, отслеживать на территории Нижегородской области, они будут знать. Вот здесь есть точка, сколько там этого мусора, какой этот мусор, и сколько он примерно по объему занимает. То есть, какой нужна трудозатрата людей, там, либо нужно, может быть, машины какие-то, для того, чтобы это все вывезти, либо это можно все делать только силами людей. Вот. И это все можно будет указать. Также, как бы, мы хотим, то есть, это будет такой экологический контракт, то есть, люди со всей области могут заходить, отмечать этому. Мы, как бы, хотим планировать, чтобы это было не только оффлайн-режим, так сказать, вы пришли, где-то погуляли, вернулись, отметили. А есть еще, как бы, такая возможность разработать приложение для телефонов, то есть, сейчас есть современные телефоны, такие, Android и iPad, да, то есть, для них можно разработать предложение, когда ты выходишь, и прямо в онлайн-режиме ты заходишь на карту, и отмечаешь точку мусора. Вот. А также мы хотим, чтобы на данной карте у нас располагались, пока у нас, как бы, ну, в Нижнем нет пока, да, то есть, не развита такая система экологии, то есть, ну, как бы, по примеру, наших коллег в Москве и Петербурге, например, да, и в Петербурге тоже, мы знаем, уже есть, можно отмечать такие места, как вегетарианские кафе, места, где можно купить всякие экологические товары, а также, как бы, я хочу, чтобы это там потом все... Единственное, так, чтобы люди из разных районов могли регистрировать там какую-то группу, то есть, например, в районе Красной Баки регистрируется группа из 15 человек, которые, например, может там, там, собраться там в какой-то момент, там, например, могут организовать уборку, могут организовать, там, очистку реки, могут просто как-то где-то помочь, то есть, эта вся информация должна помещаться на этой карте, чтобы люди знали, как бы, как, кому, к чему обратиться. Так, Саша, я ничего не забыла. Значит, ничего. Вот. То есть, создать такой экологический контроль людей. Также люди там смогли бы указать, у нас, как бы, очень Нижегородская область, это очень промышленная, и там очень много промышленных городов, грубо говоря, где там, случайно, может случиться какая-то авария, и там, случайно, кто-нибудь что-нибудь выбросит, или, может, тут несанкционированные свалки, там, какой-то, раз не было, сегодня будет. То есть, это все может обучаться на этой карте, отслеживаться онлайн, притом, как бы, сотрудничаем, знаю, с областной администрацией, то есть, мы это все можем отслеживать, то есть, им все передавать информацию им, они как-то через свои структуры могут это все, то есть, убирать нам помогать, мы как-то силы волонтеров это собираемся делать. Ну, вот, как бы, такой простой, замечательный проект карты. Спасибо. Светлана, Казань. У меня вопрос. Что мешает людям просто, которые нашли кучу мусора, с вами позвонятся в администрацию, и зачем нужно отвечать на карте? Не всегда работает то, что... Годится, хорошо. А, ну, я просто, как бы, по цели этого проекта. Эти точки мусора еще отвечаются для того, чтобы мы могли, например, в определенный день, то есть, мы хотим, у нас цель проекта этого, чтобы мы в один день всей области выходили и все это убирали. То есть, такое единение, то есть, собрание людей, то, что, как бы, взявшись за руки, мы все вместе возьмем это, выйдем. То есть, не просто... У нас сейчас проводятся эти те же самые уборки, но это все проводится так, локально. Вот там вышли, тут вышли, там вышли. А это получается так, что мы все вместе выходим в один день и убираем. Вот. То есть, именно такая масштабность, такая уникальность именно вот в этом. То, что не разрозненно это происходит, а люди чувствуют, как бы, ну, не вот они сейчас вот 10 человек вышли, тут убирали эту мусорную кучку. Они знают, что они здесь вышли, там, другие люди вышли в другом городе, в другом районе. Там вышли, там не губернатор вышел, там еще мэр у них вышел, у них города, да? Они все уходят вместе, они как бы, то есть, не чувствуют какой-то такой то, что вот... Сходник и Ютай. А? Да, то есть, они вот не вышли, такие вот, мы сейчас пришли, уборщиками парабонты, мечом, и потом это... Нет, это как бы все такое единение, то есть, как это такой народно-экологический... Фронт. Не фронт, нет, но народно-экологический такой-то командообразование. Да, приведите. Да? Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что есть помимо 15 сентября еще акция 8 сентября, тоже общероссийская, тоже посвященный мусор. Можно ли будет пользоваться этой платформой в том числе не только 15 сентября, но и в любой день? Ну, честно сказать, когда мы это, мы просто когда делали тоже наш сайт, мы хотели обратиться к товарищам блогерам против мусора с созданием карт, то есть, они как бы создали. Насколько я знаю, карта, по-моему, начала работать только вот недавно. Ну, по-моему, еще нету карты. Вот еще к тому же нет, то есть, как бы мы просто... Я просто знаю людей, которые это делают, вот, и как бы если у них карты до сих пор нет, ну, как бы, вот я говорю, мы просто столкнулись с тем, что мы не могли найти карту, которую поместить на наш сайт. В итоге мы взяли мировую, потому что она хотя бы уже работает. Вот. Все остальные, как-то, они вот так вот переваливаются. До кого-то мы не можем достучаться. То есть, непонятно, как админивать эту карту, непонятно, как это... Проще сделать как бы самим это все держать у себя. Потому что это реально очень удобно получается. А как бы, то есть, такая информация, которая иногда требует действительно очень такого быстрого реагирования. Да, но правильно ли я понимаю, что пользоваться в любом случае против мусора как бы можно будет подобным инструментом? Да. Прекрасно. Спасибо. 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 Спасибо.